ГТРК Нижний Новгород и РУСФОНД продолжают совместную акцию помощи больным детям. Сегодня наш рассказ о трехлетнем Матвее Борисове. От него отказалась родная мать. Мы с вами сейчас можем помочь малышу, причем не отходя от телевизора. Если отправить одно или несколько смс со словом «Дети» на короткий номер 5542, то с вашего счета за одно смс пишут 75 рублей. Дарья Славьёва сегодня познакомилась с малышом. Лови! Ась! Ползком за мячом Матвею пока быстрее и привычнее. В декабре мальчику исполнилось три года, но первые шаги, опираясь на ходунки, он сделал лишь полгода назад. Из-за диагноза врожденный порог развития спинного мозга. Родная мать отказалась от малыша, однако тяжелая патология не остановила приемных родителей. Ёжик, что делаешь? Лучше оливника. На гармошке играет. В лечении Матвея нужен комплексный подход. Делится Наталья, его приемная мама. Мальчика одновременно должны наблюдать уролог, невролог, хирург, ортопед и физический терапевт. Ножки его были очень слабые. Это вот третьи ходунки, с которыми он уже ходит. Мы ходим в садик, мы ходим в бассейн, мы постоянно делаем массаж, мы постоянно проходим какие-то реабилитации. Индивидуальную программу реабилитации для Матвея готовы разработать в Московском центре врожденной патологии. Стоимость лечения 658 тысяч рублей. На данный момент не хватает 43 тысяч. Мальчика необходимо полноценно обследовать, чтобы оценить тяжесть имеющихся проблем и выработать правильную тактику лечения. Кроме того, приемные родители Матвея очень хотят, чтобы он пошел в обычную школу. К этому надо подготовиться, научить ребенка ходить в ортезах без дополнительной помощи и самостоятельно пользоваться туалетом. Тогда ничего не будет мешать его учебе. Внести свой вклад в будущее маленького Матвея может каждый из нас. Для этого достаточно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Помочь Матвею, а также другим нижегородским малышам стало еще проще. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Здесь есть специальная кнопка «Как помочь». Подробнее об этом и о других способах помощи можно прочитать на сайте Русфонда. Если нужную сумму удастся собрать, у Матвея появится шанс когда-нибудь встать на ноги самостоятельно и жить полноценной жизнью. Дарья Соловьева, Вячеслав Балякин, Ангелина Демина. Вести. Приволжье. Продолжение следует.